Карл Хайндс Крюгер, вот его вывел, тренируется у него с 99 года Себастьян. Но, конечно же, прежде всего, Себастьян благодарен своему отцу Роланду Коберу, который привел его в бокс. Конечно, очень важно, как родители относятся к занятиям своего ребенка, чем бы, конечно, не занимался мальчишка или девчонка, важна родительская поддержка. Нужно вовремя похвалить, где-то иногда даже заставить сделать зарядку, ну, маленькому сложно иногда включать волю. И вот родители, конечно, должны здесь быть внимательными и во всем поддерживать, во всем хорошем, конечно, поддерживать своих ребятишек. А у нас первый раунд. Себастьян Кобер, Германия. Красным, синим. Мухтархан, Билдобеков, Казахстан. И казахский боксер сразу пошел вперед. Чуть-чуть пониже Дилдобеков. Ну, метр девяносто. Это очень приличный рост. Но на два сантиметра повыше Кобер. И поопытнее, конечно, немец. Начинает атаку с левой по корпусу Билдобеков. Да, низко головой пошел Кобер. Ну, хорошо идет вперед Дилдобеков. Серьезные бои в этой весовой категории мы видели с вами, как чемпион мира Александр Поветкин встретил ожесточеннейшее сопротивление от Болгарина. И вот сейчас очень увесистый боковой справа наносит Дилдобеков. Любопытная стойка у казахского боксера. Довольно открытая. Стоит высоко. Но, видимо, ему так удобно работать. В свою очередь, Себастьян Кобер очень хорошо закрыт. Правую руку держит высоко. И левая рука, где надо. Тут зависит уже от индивидуальных особенностей спортсмена, от его реакции, способности уходить от ударов соперника. И посмотрите, к концу первого раунда растаяло все преимущества казахского боксера. Мухтархан Дилдобеков сначала ввел, и раунд закончился со счетом 4-4. Себастьян Кобер из Франкфурта на Одере. Прошел первый раунд, мне кажется, с небольшим преимуществом. Дилдобекова постоянно он угрожал, доставал немца. Но вот как раз сейчас идет небольшой ликбез, что нанося удар правой, левой нужно держать повыше, чтобы не нарываться на встречный удар. 4-4. Второй раунд, и все начинается сначала. Повеселее стал работать Кобер. Первый раунд присматривался. Хотя иногда мы видим, без всякой разведки начинают работать боксеры. Первый раунд проходит в сумасшедшем темпе. Здесь было все как положено. Разведочка. И сейчас первым номером стал работать немец. И уже Дилдобеков. Дилдобеков работает на отходах вторым номером. И пропускает. Пропускает удар. Очень серьезный удар пропускает Дилдобеков. Ну вот удары казахского спортсмена доходят до цели. Очень стремительно идет вперед Кобер в атаку. Не готовит атаку. И нарывается. Рефери просит, просит секундантов, господа, помолчите, не мешайте своим подопечным. Ну вот сейчас можно было дать и Дилдобекову. Но оценивают удары Кобера. Конечно. Кобер работает в такой жесткой манере. Понятно, что от него ждать. В этих условиях, когда на себя движется танк, вроде Себастьяна Кобера, конечно же, нужно быть мобильным. Несмотря на то, что Дилдобеков тоже очень мощный, обладает сокрушительным ударом, он выбрал совершенно грамотную тактику. Смещается, закручивается. Разнообразное такое кружение по рингу. Это совершенно правильный путь. И второй раунд заканчивается со счетом 8-6 в пользу Мухтархана Дилдобекова. Казахстан. Кобер не садится. Игнорирует какую-то буреточку, которой оборудован каждый угол. Очень хорошо подготовлен. Это спортсмен, на груди которого грудь которого украшали и бронзовая медаль Сиднейской Олимпиады. И бронза чемпионата мира в Бангкоке. Но Александр Поветкин стал чемпионом мира. А бронзовым призером этот спортсмен в красной форме Себастьян Кобер. Кстати, Себастьян не раз уже открыто говорил, что подумывает о том, чтобы перейти в профессионалы. Но по сути разницы-то никакой. Вот посмотрите. Выпустите его на любой ринг. Назовите этот ринг любительским или профессиональным. Если человек работает вот так, как Себастьян Кобер, как Александр Поветкин. Что нужно зрителям? Это то, что нужно. Очередное замечание за опасное движение головой. Кобер очень стремительно ныряет в объятия к своему сопернику. И, конечно же, Долдобеку ничего не остается другого, кроме как поддавливать сверху, фиксировать голову немецкого боксера. Усиливает давление Кобер. И одиночным справа достает. Все судьи это видели. Тут же нажали на кнопочки на своих машинках. И вот минимальный уже разрыв 9-10. Конечно, иногда табло это чуть-чуть отвлекает от хода поединка. Но с другой стороны помогает понимать, что происходит сейчас в судейском стане. Очень активное сопротивление оказывает казахский боксер. Вот вам и немец, который было бронзовым в Сиднее и в Бангкоке бронзовым призером. Хорошо. Одиночный справа, мощный боковой слева. Доворачивать руку надо. Доворачивать. Ну, знаете, так можно и самому травмироваться, если не довернешь кулак. Это очень неприятно. Могу сказать, что потом боксировать настолько сложно, если выбьешь палец. И бинты не помогают иногда. Вот это справа зарядил Себастьян Кобер. Два очка разрыв в окончании в конце третьего раунда. Впереди у нас с вами заключительный четвертый раунд. Вы видите, от раунда к раунду прибавляет Кобер. Звинчивает темп. Его атаки становятся все более острыми. Он иногда в прямом смысле таранит Делдобекова. Даже получил несколько замечаний за опасные движения головой. И удары в этой весовой категории очень тяжелые. Вот здесь дистанция была просто неудобной. Хорошо боксеры защищаются. Потому что защиты это наверное даже больше чем половина успеха. Обратите, какие ясные, осмысленные осмысленные взгляд, какие ясные глаза у Делдобекова. Мухтархан казахские боксеры вписали золотыми буквами имена многих спортсменов великих в историю бокса. Один из самых ярких Серик Конакбаев. Смотреть на бой Серика было просто завораживало своей манерой вести бой. А у нас четвертый раунд. Небольшой разрыв. Наносит удар Кобер тут же отвечает ему ударом на удар Делдобеков. Но это два богатыря сошлись и никто не хочет уступать. Два очка ведет Делдобеков. Сейчас хорошо пробил навстречу. Вот что значит Кобер пошел без удара. Тяжелый бой. Очень тяжелый. но вот так не надо держать руку. Это бокс, это не борьба. Минута остается до окончания четвертого раунда и посмотрите что творится в ринге. Попадает справа но нет это не нокдаун. Просто слишком низко опускает голову Кобер и во многом вынуждает его это делать именно Мухтархан Делдобеков. Нет хорошей жизни Кобер ныряет все ниже и ниже уже валится с ног. Это это говорит о чем Делдобеков просто красавец работает в лучших традициях старой доброй советской школы. И вот открыл счет посчитал уже рефери в нокдауне побывал Кобер концовочка звучит в обоих углах мощно снизу пробивает боковой еще тяжелейший удар пора считать пора считать что и делает рефери 7 8 готов продолжать Кобер да конечно за 12 секунд бой не остановит дадут добоксировать но это триумф казахского боксера я думаю Поветкину следует обратить внимание не только на Роберто Камарелли но и на Мухтархана Делдобекова который блестяще одерживает победу в этом бою с именитым мастером из Германии с бронзовым призером Сильнейской Олимпиады с бронзовым призером чемпионата мира в Бангкоке вот так этот боксер 28-летний Мухтархан Делдобеков расправился на афинском ряду